Как никогда кипела борьба за Кубок города. Три основных конкурента сражались за каждый килограмм. Это действующий на тот момент чемпион города ДВФУ, новоявленная команда «Южный», хозяева соревнований, и «Прим» из «ЖТ», в составе которой молодые и перспективные атлеты. Тренеры команд соперников тоже выступали. Причем Александр Басенко из «Искры» и Артем Асмирко из «Прим» из «ЖТ» попали в одну весовую категорию – до 83 килограммов. Оба – мастера спорта России. Их поединок носил больше принципиальный характер, но и где-то тактический. Гонка за лидерство привела к запредельному весу на шланге – 300 и 302 килограмма – заказали оба тренера на третью попытку. Александр Басенко выступал первым и не справился. Это очень плохое выступление. Морально я просто соревнования организовал, было очень трудно выступать. Я хотел с этого веса начинать, а даже его не сел. Сломала экипировка. Артем Асмирко третьей попытки отказался. Его устроило и второе место. Его было достаточно для общекомандного зачета. На тот момент одно золото уже было в кармане. В категории 59 килограммов Алексей Кузнецов стал победителем. Рассчитывал на победу и именитый Артем Юраш. А также темная лошадка – тяжеловес Павел Долбнев. Оба парня с задачей справились. Для меня задача однозначная. Первое место в Кубке командно, чтобы железнодорожный институт стал самым, не то что быстрым, и сильным, и спортивным, и ложким. Лесовых категорий на Кубке ровно семь. По два первых места заработали команды «Южный». Тут отличились Александр Басенко и Иван Дикий. И ДВФУ. Победителями стали Ярослав Блажко и Максим Хабаров. Поделили эти команды только второе и третье общекомандные места. По количеству призовых наград вице-чемпионами стали прежние обладатели Кубка спортсмены ДВФУ. Закрыли тройку лидеров – атлеты команды «Южный». На бицин взяли, чтобы богатыри помогли еще немножко. Ну что, раз, два, ну что ты еще. Тём, давай иди сюда, тём. Следующее соревнование – в конце апреля. Предстоит розыгрыш Кубка края. Состязания пройдут в Арсеньеве. Субтитры создавал DimaTorzok